Привет всем друзья! Хорошего дня, хорошего настроения всем! С вами Григорий. Мы находимся в Южной Финляндии, в такой части Финляндии, как Кусима. Это большая территория. Так, еще могу сказать, что правительство Финляндии делает заявление быстрее, чем они принимают законы. В общем, сегодня я читал информацию, сегодня уже 28 марта. Кстати, завтра перевод часы, надо не забыть. 28 марта сообщено о том, что правительство все-таки уже подписало, как вроде бы, бумаги. И вот-вот готовы закрыть границу. Но на самом деле эта информация была, по-моему, от 25 марта. Уже писали о том, что Финляндия собирается закрывать границу вот этой вот территории Усима с 27 числа. То есть сегодня уже 28-й, и за вчерашнее число вечерние новости пишут о том, что вот-вот уже все, уже готово все, уже вроде как подписали, но еще пока не закрыли. Так что заявляют раньше, чем начинают делать. Но это как обычно, в принципе, ничего такого страшного. Знаете, меня больше впечатляет то, что для меня сейчас Финляндия стала значительно меньше, чем раньше. Очень маленькая территория, где сейчас я могу свободно передвигаться. Насколько я понимаю, уже это начинает действовать. Мы теперь изолированы этой территорией Усима, в этом районе, можно сказать. И теперь мы не можем свободно передвигаться за пределы без всякой необходимости. Но все равно, кто знает, что такое Эстония, то по моим таким визуальным оценкам, можно сказать, что Усима это примерно половина Эстонии по площади. Ладно, хватит новостей. Хотел просто вам снимать вот такие влоги иногда. Посмотрим, как оно пойдет. Давно не делал этого. Я сейчас еду на работу. Сегодня у нас суббота. Машин на дорогах практически нет. Я въезжаю в Кауклахте район, это Эспо. И буду работать сегодня. Но работу я, конечно же, показывать не буду. Это просто как один из моих дней. Сегодня еще расскажу 28 марта. Ладно, друзья, продолжайте смотреть. Я думаю, будет интересно. Буду снимать какие-то дела, которые я делаю. Может быть, из магазина что-нибудь сниму. Сегодня есть в планах пойти вечером в магазин. Посмотрим, что там, как происходит. Сейчас стою на конечке. Жду. Видите, тень автобуса. Автобус не буду показывать. Жду сейчас, когда будет отправление. Такая вот остановочка. Спокойно. Тишина. Люди гуляют немножко по улицам. Район такой жилой, спокойный. Здесь лес рядом, парк, можно сказать так. Такое вот место. Хорошая погода сегодня. Суббота. Работать очень хорошо. Мало людей. Сейчас посмотрю. Еще вот там вот дети играют во дворе. Если видно. Не знаю, что там у них. Но это не сад вроде. Человек с собакой гуляет. Ну что, вот и закончился мой рабочий день. Я сейчас направляюсь в магазин. Магазин Lidl. В городе Эспо. Район Эспо Центр. И буду там делать контрольную закупку. Закупку буду делать продуктов. И мы посмотрим, что в этом магазине можно увидеть такого интересного. Я думаю, что будет что-то интересное. Если оно будет, то я вам покажу обязательно. В общем, прошел сегодняшний день у меня очень хорошо. Очень легкий день был сегодня. Люди очень мало пользуются общественным транспортом. Вот сейчас солнце уже почти село. И уже наступают сумерки. Наступили, можно сказать, сумерки. Очень много всего произошло за, буквально за, скажем так, за одни сутки. Учитывая сегодняшний день, за одни сутки в Финляндии очень много произошло всего. Это все связано, как вы понимаете, с чем? С этой болезнью. Ну, надеюсь, что мои прогнозы такие, что примерно через месяц все будет нормализовываться и все будет лучше. Желаю всем, чтобы было все лучше, чтобы мы прошли этот этап, чтобы не было никакого кризиса финансового. Все будет нормально. Надеюсь на это. Ладно, друзья, продолжаем смотреть. Смотрите, какой вид интересный сейчас открывается. Пока еду, расскажу новости по поводу Ирландии. У меня один подписчик там живет. И он рассказал, что с сегодняшнего дня у них ввели карантин. Теперь гулять можно не больше, чем 2 километра от дома. И в магазин может ходить один член семьи. Вот такие вот жесткие меры принимаются. Это, конечно, уже, уже, конечно, гайки, можно так сказать, зажимают. Что не делается, все делается к лучшему. Значит, так необходимо на данный момент нужно пережить этот этап в жизни, запомнить его на будущее и продолжать жить. Это же все-таки это жизнь. Тут ничего не сделаешь. Если такое происходит в стране, там, кто сверху, ну, я имею в виду правительство, им лучше знать, как нужно правильно сделать. Так что такие вот дела, друзья. Я уже почти подъехал сейчас к магазину. Сейчас будем смотреть, что там такое происходит в магазине. А то я наболтал, что что-то интересное. А что интересное, ну, сейчас вы все и увидите это. Приготовьте, как... Приготовьте чай, печеньки и будем смотреть вместе с вами, что там в магазине такого интересного есть. А вот и магазин Lidl. Сейчас мы туда поедем. Здесь напротив бензоколонка есть. Смотрю, топливо опять начало в цене подниматься. Ну, что сделаешь? Топливо. Хотя странно же, почему топливо растет в цене. Я слышал, наоборот, нефть падает в цене. А вот и Lidl наш. Наша цель номер один. Там есть даже сейчас заправка, электрозаправка. Сейчас подойду, покажу вам ее. Закрываем. Пойдем посмотрим. Что, вот так вот выглядит электрозаправка. Два разных пистолета здесь. Вот, один DC, Чадема, второй CCS, DC, короче. На 50 киловатт нормально вообще. Здесь видно, что сюда надо подносить, что ли. Не знаю даже. Я не знаю, как она работает пока. Здесь написано, вот, для электромашин только. Здесь и здесь. Инструкции никакой здесь нету на этом. А, здесь еще тоже есть, смотрите. 43 киловатта. То есть на 4 машины, что ли, получается? Я так не пойму. Или это на разные машины? Разные пистолеты получаются, да. Нет, всего пистолета три разных. Ладно, пойдем в магазин. А то магазин может закрываться уже будет сейчас. Пойдем в тележечку. Пойдем в магазинчик. Вот, скольки он сегодня работает. Сегодня до 9, так, все время естечка. Уже народу нету. Спокойненько. Вот, видите, полтора метра между людьми должно быть. Нельзя близко стоять. Пошли. Ну вот, новшество. Все булочки в пакетиках завернуты теперь. Это все связано с тем, что сейчас у нас такая ситуация. Видите, каждая булочка в отдельном пакетике. Вот, сервис какой здесь в Финляндии теперь. Из-за того, что у нас такая болезнь есть. Вот я закупился. Манго сегодня купил. Сейчас расскажу. Ну, еще раз сделаю пояснение. То, что вы видели. Там теперь у них новая технология, чтобы булочки не заразились коронавирусом. Не передали этот коронавирус покупателю. Все булочки запакованы в отдельные пакетики. Раньше эта продукция вся лежала просто в россыпь. Ты сам берешь и укладываешь каждую булочку в пакетик. Сейчас это все уже кто-то сделал. Только вопрос в том, не болеет ли этот человек, который это сделал. Может, уже они вирусированы, как сказать правильно, да? Инфицированы вирусом. Да нет, я думаю, что все хорошо с этими булочками. Просто вот такая технология. Это выход из положения, когда в стране и в мире такое происходит. Ладно, сейчас я вам расскажу очень интересные подробности о сегодняшних покупках. Что в магазине? Lidl не было у нас. И может быть, не будет в ближайшее время. В общем, новость такая. В общем, натуральное масло, которое я обычно покупаю, я второй раз не могу купить. До этого я был неделю даже больше назад. Я не смог купить это масло. И сегодня я также его не смог достать. Сказали, что привезут. Проблема с поставкой его. Проблема еще была в том, что я не смог купить чернослив. В общем, с ним тоже проблема. Вот такие вот проблемы с теми продуктами, которые я обычно покупаю. Хорошие, качественные продукты в магазине Lidl. Но я не смог их приобрести сегодня. Вот этот магазин. И на этом я буду, друзья, заканчивать это видео. Это был такой мини-влог. Я не знаю, как его назвать. Кому понравилось, кстати, пишите комментарии, стоит ли продолжать это делать, такое дело. В общем, всем настроения хорошего, всем позитива, здоровья. Чтобы никто не болел, а кто заболел, быстро выздоровел. Без всяких последствий плохих. Все, друзья, увидимся уже в следующем видео. С вами был Григорий. Все. Финляндия с вами, со всеми. Все, пока.